Каждому из нас рано или поздно приходится задавать вопросы, в чем смысл жизни, для чего мы живем. И от того, какой ответ мы дадим на эти вопросы, зависит качество нашей жизни и насколько мы будем счастливы. Я вот с огромным удовольствием хочу и себя, и всех вас поздравить с тем, что мы получим сегодня совершенный ответ на эти вопросы. И мы поймем сердцем, что этот ответ будет совершенный, потому что когда у нас желудок сытый, то не надо организму доказывать, что мы покушали и вкусно покушали. Точно так же, когда закончится сегодняшняя встреча, вы почувствуете что-то такое внутри, что вы получили совершенное знание. И вам станет легче в нашем тяжелом мире, потому что хотя бы если страдания не уйдут до конца, то будет стержень и знание, как себя вести, для чего мы все это переживаем. В этом с великим удовольствием я хочу пригласить на сцену Александра Геннадьевича Хакимова. Добро пожаловать на сцену. У Александра Геннадьевича во всей России сейчас очень много людей, это десятки тысяч уже, которые воспринимают его как наставника, потому что он способен дать советы в самые тяжелые минуты, направить нас на путь. Поэтому, пожалуйста, подайте мне слушать девчонки внимательно, а мы сегодня войдем в другие. Мне нужно немножко света в зале, я плохо вижу. Итак, мы сегодня поговорим о жизни, ну о двух вещах, но подробнее, чем раньше. Мы поговорим о том, как сочетается предопределение и свободный выбор. То есть существует определенная программа, может быть, многие из вас знают об этом, что у нас есть определенная программа, предназначение у каждого. Может быть, многие не догадываются даже об этом, я думаю, что большинство, в общем-то, в обществе людей даже не догадываются. Они считают, что они просто независимы от свободы и живут как котят. Нет, вы увидите сегодня, что есть такая программа, я даже расскажу, как она работает. То есть есть общие характеристики этой программы и индивидуальный этаж. Вот мы сегодня поговорим об общей программе, которая на каждом из нас как человеческому существу. То есть предназначение и предопределение. И внешние признаки этой программы очевидны. Каждый может наблюдать, например, шесть этапов жизни, шесть каких-то фаз. Первая фаза – это рождение наблюданий, так происходит с каждым из нас. Другая фаза – начинается рост, развитие. Это может быть человек, это может быть животное, это растение, это может быть другой объект, планета, это то же самое. Шесть фаз. Вселенная тоже, говорится, все шесть фаз. Это физическое знание. И затем, когда идет рост, созревание, может быть, следующий этап. А затем какая-то активная деятельность и ее какие-то побочные продукты. Мы строим города, там, науку, технику развиваем, все остальное – это побочные продукты, без которых человек может перед себя обойтись. Но это больше то, с чем он себя хочет связать. Создает нечто, с чем хотел бы себя связать. Те, кто работает, экономика, есть семья, с чем я хочу себя связать. Это все считается философский побочный продукт от конкретного индивидуума, который это создает. Затем наступает увядание, старение тела, организма, в конце концов, исчезновение. Вот шесть фаз, мы насчитываем. Это внешняя характеристика. Теперь давайте посмотрим внутренние вещи. Что же происходит внутри человека в течение этих шести фаз или в течение его срока жизни. Мы рассмотрим только сейчас 49 лет сегодня жизни человека. И каждый год имеет свое назначение. Это регулируется механизмом внутренним человеческим. В соответствии с нашим механизмом, который включает в момент рождения, кнопка нажимается. И затем в течение каждого года меняется программа. И вот шаг за шагом мы проживаем все эти этапы. От одного, от первого года до 49 лет. Это очень важно. А потом начинается другая вещь, о которой попозже поговорим. Вот сегодня до 49, потому что это наиважнейший период жизни. То есть сегодня будет наука по чакрах. Чакра виги называется. Мы не будем рассматривать чакры как йогические какие-то механизмы сегодня. Я не рекомендую, кстати говоря, заниматься этой йогой, чакрой, йогой. Потому что она опасна. Сейчас непредсказуемая. Вряд ли кто-то найдется, кто смог бы его использовать самостоятельно. Не рискуйте, пожалуйста, своей жизнью. Не вступайте в такие вот общества, клубы, где дают сад, чакра, йогу. Будьте осторожны с этим. Потому что могут быть необратимые процессы. Разрушительные процессы. Это йога в наш век не рекомендована. Но чакры работают как бы на автомате. Вот есть пилот, который управляет кораблем. А есть еще автомат, программа существует. Вот у нас есть такая программа, которая так, вот знаете, как слайд-шоу. Наставите режим слайд-шоу и слайд, потому что меняются. Ровно через 5 секунд через изображение. Вот таким же образом каждый год включается новая чакра. И мы вступаем в новую сферу ощущений, отношений, пониманий. И затем от нас будет зависеть, как мы поступим с этим. Что мы с этим будем делать. Примим ли это, либо отвергнем. Это уже наш выбор. Вот тут есть предопределение и свобода выбора. Как они сочетаются или не сочетаются, сегодня мы посмотрим. Вот это первая картинка, просто напоминание, что есть такие вот центры. Их, как видите, здесь 7. От нижней чапры и до высшей чапры. Как я сказал, мы не будем сегодня рассматривать их подробный механизм. Это сложная тема очень. Не буду вдаваться в эти подробности, чтобы вас даже не пробуждать этот лишний интерес. Это только из любопытства можно туда заглянуть. А из практических изображений лучше не заглядывать. Но если кому-то нужно, потом вы сможете самостоятельно найти эту тему. Мы сегодня их рассмотрим немножко по-другому. Их просто влияние на наше сознание. Вот представьте, у вас флейта с семью нотами. Музыкальный инструмент. И вот вы на нем должны сыграть в этой жизни. Научиться играть. И вот какие-то ноты у вас работают, а какие-то, скажем, не работают. Так бывает. Вот как мы сыграем в этом инструменте? Может быть, на одной ноте придется играть всю жизнь. Пик, 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 пик и все, что можно играть. Может быть, на двух пик, 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 пик. Тоже интереснее видеть. Можно пик, 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 пик. И уже музыка получается какая-то трех нотах. На четырех еще можно что-то сказать. Но на семи, конечно, максимально все выразите. И вот представьте, что у нас есть такой прибор, как пылесос. Сейчас он на колесах, знаете, как машина. Такой современный пылесос. На колесах все хорошо. Но ребенок подумает, что это хорошее средство передвижения. Самокат хороший. Может воспользоваться самокатом, то есть пылесосом, как самокатом. Или еще того. Вы можете компьютеры поставить на колеса тоже. И ребенок будет ездить, просто на нем не сможет понять его остальные функции. Так вот, если мы не откроем какие-то высшие центры, мы так и будем играть на каких-то, ну, двух пунктах. То есть мы так и будем пользоваться этим пылесосом, как самокатом. То есть человеческое тело, оно, видите, имеет большие возможности. Гиганты, вы сейчас увидите сами в этом. Внутренний резерв. И наша жизнь работает так, естественно уже. На каждом этапе жизни или наших прожитых лет включается та или иная чакра. Автоматически автоматом существует. То есть уже программа есть. Мы это называем рост созревания. Вот что там созревает? Какая-то вот система начинает меняться. Как это называется? Вот когда человек уже чувствует какие-то созревания этих органов. Созреет сексуальное чувство. Соглядный мир меняется. А вот когда маленький по-другому. Это вот различные чакры начинают пробуждаться. И нижняя чакра, она отвечает за энергию выживания. Или общая характеристика ее страха. Когда эта чакра включается на полную мощь, человек становится такой, чувствует силу, выносливость. Такое физическое могущество. И он наслаждается этим. Крепкое тело, сильное очень. Такое состояние адреналина, как бы так вы узнаете. Если человек чувствует вожделение, он сильнее становится. Или если люди сумасшедшие, они тоже во много раз сильнее становятся. То есть вот эта чакра может включиться и почувствовать огромную физическую силу. Есть такое состояние гипноз, в которое вы можете поднять чуть большой вес. Немыслимый вес можете поднять, хотя никогда не занимались, может быть, тяжелой атлетикой. Но вот просто включается определенный центр. И вот эта мощь наполняет тело. Вот таким образом. Так работает юридная чакра. То есть у нас скрытые силы гигантской людей. Огромные. Например, эта чакра включается автоматически, как только вы попадаете в какое-то новое место. Неважно. Вот в гостях вы впервые где-то. Или вы пришли в школу в свои семь лет. Это что-то новое, новая среда. Или вы впервые на этой лекции чувствуете некоторую осторожность, страх, дисциплинируетесь. Потому что это непонятно, что еще. Тут нужно как-то приспосабливаться. Сначала осознать эту реальность. Некоторые страхи существуют остальные. И первый год жизни ребенка – это тоже страх. Значит, мы начинаем с этого. Рождение. И первое, что нам нужно, нам нужно выжить. Мы еще не знаем, что это за мир, что это за существа, что такое мама, что такое папа. Нам нужно просто жить. Таким поступаем в эту жизнь. Эта чакра включается автоматически в любом новом месте. Затем, есть другая чакра, выше, попок. Она отличается за чувства. Так, ребенок, он проходит год. И на втором году жизни он уже начинает различать. Вот что я хочу, а что не хочу. Он уже начинает понимать. Чувства включаются. Как только вы приспосабливаетесь к какой-то среде, в следующий этап включается более высокая чакра, которая оценивается с позиции чувств. Что приятно, что неприятно, что для меня хорошо, что нехорошо, что я хочу, что я не хочу. Журководство, с другими правилами. Это следующий центр включается. Когда мы оценили, что хорошо, что нехорошо, что приятно, что неприятно, уже вошли вот в эту среду каких-то чувств, ощущений, поднимается третий чакр, отключается. Это называется деловидность некая. Такие вот деловые отношения. То есть на основании вот этого понимания, что хорошо, нехорошо, я начинаю действовать. Делаю то, что мне нравится, допустим, я делаю. Потому что нравится, я вот это делаю. Паю, нравится, танцую, нравится, играю, нравится. Вот начинается деятельность. Так я изучаю мир, деловидность. То есть я вступаю в какие-то уже отношения, друг-то деятельность начинаю совершать. Осмысленные вот это. Первое осмысление. Делаю то, что нравится. Так ведь на третьем годе действуют. Они ползают туда, куда хотят. Берут предметы, какие хотят. Они еще не различают. Чакры не открыты другие. Чужой предмет или не чужой предмет. Просто деловидность. Неважно, чей предмет, я просто хочу понять, что это и все. Он невинен, этот ребенок. Он прямо из рук у вас берет любой предмет, который вы держите. Деньги или это. Или это ваша дорогая шариковая ручка с золотым пером, не знаю какая. Ему нет разницы. Он просто берет и изучает это все. Как пробовать на вкус. Приятно, неприятно. Ломает, гнет. То есть, под помощью чувствовать. Хочу, не хочу. Приятно, приятно. Оценивает ее. Под помощью вот такой практики. И еще, значит, третий год он вот в таком состоянии проведет. Деловидности. А затем открывается следующая чакра. Анахата это сердце. Четвертое. Это некая радость общения. Когда тело уже стабилизировано. То есть, некую радость, некоторую гармонию ощутит. То есть, не просто он что-то берет и пробует. Начинает понимать какие-то отношения. Вот начало пробуждения отношений. Радость. То, что ему дают что-то. Он может радоваться вот этому человеку, который мне что-то подарил. Он уже может оценить, что какая-то радость приходит от этих отношений. Вот это, значит, уже стабилизация сознания. То есть, четвертая чакра. И, далее, пятая чакра выше, еще выше мы идем, это философия. Когда есть уже определенная гармония внутренняя, определенная радость общения, мы начинаем рассуждать. То есть, это чакра философия. Попытка понять мир и начало обучения. Вот в пять лет необходимо начать обучение ребенка. Потому что эта чакра начинает включаться уже. Именно попытка понять этот мир философский. Есть вопросы, и он может услышать ответы. Вот в пять лет начало обучения. Заметьте, пожалуйста, что если не включили предыдущую чакру, эта чакра будет работать плохо, а с огромными сборами. То есть, необходима эта последовательность. Например, если я не могу понять, что я хочу, а что не хочу, вот вторая чакра не открывается. Если меня бьют по рукам, когда я что-то хочу, и навязывают то, что я не хочу, то тогда на третьем уровне не будет изучения мира, а будет выживание. Заметили, что многие люди живут не в радость изучения этого мира, живут на работу, ходят, деятельность выполняют, а именно с целью выживания. Потому что я эти вещи просто и не хочу, собственно говоря, делать. Вкус не прибит к этому. Большей частью делают то, что как раз не хочу. Поэтому не изучение мира начинается, которое приносит гармонию, радость в сердце, а потом уже к философии склоняем человека, а именно выживание блокируется. Значит, вторая чакра, радости нет, гармонии нет, потом философское мышление не проявляется у человека. Зачем вообще все это нужно? Мне бы денег заработать просто. О чем вообще говорить? Зачем столько времени тратить на пустые слова? То есть, чакра закрыта. То есть, когда уже возникает гармония, радость, общение, только тогда начинается философское размышление. Когда мы счастливы, вместе, когда мы понимаем друг друга, в радости именно, можно начать философский поиск. Потому что иначе, если нет радости, философия будет искажена, или извращена, или как, циники называются это. Они имеют какой-то горький вкус жизни, непонимание, какая-то система, которая навязывает им какие-то ценности. И философия – это какая-то критика, в общем. А как раз философия нужна для обратной цели, чтобы избавиться от критического настроения. Как раз наоборот. Это очень важно. Очистить уху, в значении философии. Не запутать его больше, не впасть в какие-то оценки, что плохо, что хорошо, кто тут негодяй философ, а кто тут прав. Есть социал-демократы, есть какие-то еще демократы, есть коммунисты, есть такие, есть другие, есть партии, есть красные, есть белые, есть зеленые. Вот такая философия, которая создает какие-то противоречия, борьба обостряется. Затем, если эти чатры открываются последовательно, на шестом годе чат получает первый опыт мудрости. Что такое мудрость? Он может получить первый опыт уже своего знания и передать другим. Мудрость означает получать знания и передавать. Получает, понимать и передавать учиться. Понимать, то есть если мы не можем понять, и передать не можем. Мудрый будет понимать учиться. То есть гибкий, мудрый, он поймет каждую личность, если он мудрый. И поэтому может и, соответственно, передать знания этой личности. Или наоборот, получить знания этой личности. Мудрый, общаясь с каким-то человеком, сразу оценит, на каком уровне этот человек. Выше меня, на одном уровне или ниже по развитию. И в связи с этим точно знает, что нужно делать. Это мудрость. Это точная оценка места, времени, обстоятельств. Поэтому такой человек не имеет врагов мудрых. Нет, на санскрите он называется аджата шатру. Врагов не имеет, в случае. Просто потому, что мудрый. И в конце концов, если он идет таким путем приобретения знания, передачи знания, он достигает, ребенок в 7 лет, испытывает тягу к таинственному и неизведанному. Это чакра духовности, седьмая, последняя чакра. Вот первые 7 лет. Это первые 7 лет. И вот мы так наблюдаем, что в ребенке это есть, эти чакры включаются, естественный интерес к жизни, вот так он его проявляет. В конце концов, в 7 лет у него пробуждается тяга к таинственному и неизведанному. Что это называется? Что это такое? Что это за тяга? Как мы называем? В жизни. Вера. Пробуждается вера устойчивая. Вот, 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 что нам необходимо. Потому что без этой веры, в 7 лет устойчивый уже, он не может начать следующий цикл. Потому что следующий цикл начинается снова со страха. Ну, понимаете, да? Покажите таблицу. Теперь в таблице посмотрите. 7 на 7. То есть мы проживаем сначала один уровень чакры в 7 ее проявлениях. Все чакры подключаются к этой чакре, первый цикл. Затем переходим на следующий этап, когда включается вторая чакра и еще 7 будет. То есть будет 7 циклов. Такой слоеный пирог из 7 получат. 7 на 7 49 лет. Вот мы об этом сегодня говорим. Программа. И на восьмом годе, вот, второй цикл, видите? Вот здесь до 7. И вот тут 7. 7 на 7. 7 чакр по горизонтали. И эти же 7 чакр по вертикали. И таким образом они вот взаимодействуют сейчас. Значит, восьмой год, снова мы возвращаемся к первой чакре. Возникает страх. Но с чем связан этот страх? С тем, что пробуждается гормональный фон. То есть растет человек. И он еще не знает, что с ним такое происходит. Но у него какие-то новые чувства пробуждаются. То есть это начало ощущений сексуальной энергии. Хотя ребенок еще ничего не знает об этом. Это и вызывает страх. Почему я это чувствую? Что со мной происходит? Мальчик или девочка начинают чувствовать что-то новое. Это сразу вызывает первый страх. Потому что он не понимает своих новых желаний. И что с ним ведет? Он даже стесняется этого всего. Вот в этом моменте очень легко сломать психику. Когда еще и при этом его стыдить за это все. Очень вот в эти вот 8 лет, когда пробуждается гормональный фон, ребенок сам скован об этом всего. Еще не может понять, что делать. Его еще и при этом сильно ругают, стыдят. И вот должен так воспитывать. Это можно сломать. Чаху закрыть очень сильно. И тогда на 9-м году у него первая любовь будет какая-то трагичная. То есть проблема возникает его жизнь. Как? Скажем иногда, позорят мальчиков, что они влюбляются в девочек. В общество так вот устроено. Ну вот первая любовь, 9 лет. Почему? Потому что здесь совпадают 2 чакры чувств. Видите? Это вторая чакра чувств. И там тоже чувства. Это 9 лет как раз получается. Усиливаются. Вот в этом возрасте он может уже ощутить сильное-сильное чувство. Очень могущественно. Иногда, иногда которое больше не повторится вообще в течение жизни. Просто вот сила чувств так раз. 9 лет он может ощутить вот эту любовь. Затем уже в 10, когда входит фаза деловитости, чувства и деловитости, когда соединяются, он уже пытается установить отношения с противоположным полом. Уже стремится к общению, уже не боится. Он пытается уже эти отношения установить. Какие-то у него отношения появляются. Деловитости. Он спрашивает, смотрит, наблюдает, играет с противоположным полом. Диризуется. А уже на 4-й чакре, это 11-й год, он уже умеет дружить. В разных формах дружу. Не только мальчики и девочки, но и девочки с девочками. Мальчики с мальчиками. У них появляются свои круги, свои секреты, свои обсуждения. Девочки о мальчиках что-то уже говорят, начинают в этом возрасте. Мальчики о девочках, появляется дружба и любовь в понятии появляются. Вот в этом возрасте он уже различает, что такое дружба и любовь, ощущение. В середине, значит, двух чакров. Чувство и гармония. На 12-м годе он понимает отличие полов. Пытается понять это как бы научно-философски. Что такое девочка, что такое мальчик, каково их предназначение, что дальше, как рождаются дети, как это происходит. В этом возрасте он начинает это уже понимать. Сам по себе. В 13 лет это чакра мудрости, включается с чувствами. И вот в 13 лет он уже может понять еще одну вещь важную. Он закладывается вот в эти годы. Верность. Что такое верность? Постоянство у тебя, конечно. Это уже просто не игрушки, а серьезно. Это вот семья существует. Он уже в 13 лет начинает понимать, что живет в семье. И мама, и папа, и другие семьи. Он себя начинает уже связывать с этой вот системой ценности. В 13 лет. Честность, первая мораль какая-то. Знаете, дети в 13 лет, они очень категоричны, да? Если вы что-то, ошибку совершаете, какую-то мораль, но они могут вам не простить. Потом, на всю жизнь, на долгие годы, в 13 лет, опасно совершать ошибки в присутствии детей. То есть они категоричны. Это чакра вот этой вот мудрости, и так работают с чувствами. Они могут вас отвергнуть надолго. Известно это. И затем чувства соединяются с седьмой чакрой, с духовностью. Здесь попытка обухотворить, обожествить свои отношения. Пишут стихи, начинают как-то возвышенность себя вести. Знаете, вот какой-то артистизм появляется в поведении девочек, мальчиков в 14 лет. Это преддверие уже каких-то уже таких серьезных отношений, где они уже очень серьезно относятся друг к другу, как сверхсущества. Когда мальчик смотрит на девушку, это какое-то сверхсущество из этого мира. Это может быть какое-то сочетание света, или воздуха, или стихии какой-то. Но вот приходят, и волнение наступает такое, знаете. Вот он все это пытается выразить каким-то творчеством. 14 лет таковы. То есть мы говорим таковы, если все работало по программе. Вот эта программа. Если у нас правильные культурные ценности, если у нас правильные какие-то моральные ценности, если у нас правильные духовные ценности, если у нас в обществе все чакры работают, так сказать, тогда будет все работать должным образом в этой культуре. Но если какие-то чакры закрыты, например, духовность была закрыта надолго, В философии выдавалась только определенная философия. Например, мое поколение, я сейчас скажу кое-что о тех временах, когда мы учились. Сейчас я задаю вопрос в залу. Перечислите какие-то человеческие ценности, ради которых мы, собственно, и живем в этом мире. Обычные человеческие ценности, которые мы должны внести в жизнь. Что это такое? Семья, правда же? Семья, это очень важно. Потом что? Образование так? Без него никак нельзя. Необходимо. Доброта? Говорим сейчас вот, ну она нужна, да, но для чего она нужна? Опять же, для семьи, для того, чтобы мы могли правильно работать, отношения там иметь, чтобы в конце концов была экономика, образование нам нужно, потом семья, любовь в семье, понимание, что еще здоровье нам нужно. Вот ради этого мы, собственно, и трудимся с вами. Вот живем в этом мире. Получается так, вот эти практические вещи, которые нам необходимы, иначе нет опора, нет основы, существования. Вот это обычные наши человеческие ценности, которые стоят во главе угла, ну практически, хотите, не хотите, вот надо. Нужно учиться, нужно работать, нужна семья, нужны связи, и так далее. Хорошо. Это все, есть во все времена эти ценности. Эй, есть какие-то ценности ниже этого, какие? Вот там, внизу. Что там? Вот то, что мы не хотим туда, вот вниз катиться, что там? Ну, там, пьянство. Давайте конкретно, это для себя, правильно? Конкретно. Пьянство это может быть. Разврат. Ну, наркомания. Обжорство, что вы еще скажете. Ложь, обман, коррупция. Ну, вот все вот эти вот низкие вещи, там понятно, все внизу, хорошо. Все, договорились. Там, вплоть до всяких форм насилия и обмана, и что хотите. Эй, воровство. А вверху, какие ценности? То есть, внизу, ниже. Почему люди их не принимают? Что это? А, разрушить человеческие ценности. Это опасно для вашей работы, для вашего положения в обществе, для вашей семьи, для ваших детей. Вот эту заразу, вот, нельзя приносить в семью, правда же? Так, мы хотим отделить вот это, вот внизу, а вот наши ценности здесь, хорошо. А наверху что? Ну, там бескорыстие, любовь к Богу, там может быть религия, где-то, может быть, философия, там какие-то очень высокие-высокие вещи, там искусство, там что-то очень возвышенное, да, да, очень далеко от этого, правда, вера. И вот, представьте, советские времена. Вот эти человеческие ценности, они постоянные. А вот позволяли нам в те времена вниз слишком опускаться? Нет. Был запрет, правда же? То есть, информация была недоступна об этом. Там журнал «Плывой», помню, привозили в Володя Востоке, из «Портовый город» в то время, этот развратный журнал, там с голыми красавицами, это контрабанды считались за нее наказывали. Ну, и люди так привозили тайком каким-то образом, но это проверялось, это контролировалось. Был железный занавес, была какая-то цензура, была вот такая культура, которая ограничила этот этот низ. А сверху были ограничения? Тоже были, видите? И низ был ограничен, и верх был ограничен. Был определенный коридор, в котором мы пытались как-то совершать. Правда же? И вверх туда не нужно, потому что семью тоже можете потерять, и ценности человека. И вниз тоже не нужно, потому что тоже в семье опасно. Для нашей семьи опасно. А сейчас какая ситуация? Открыто все внизу? Все. А сверху все открыто? Все, видите, сейчас открыто все и снизу, и сверху. И вот что теперь получается? Теперь получается, что все нас больше никто не контролирует, нет этого больше, коридора, есть интернет, есть средства массовой информации, все, что хотите там, абсолютно все. И теперь все зависит не от управления человеком, а от самого человека, от его выбора. Вот мы об этом сейчас и будем говорить. Как работать с собой в этой ситуации? Потому что сейчас мы идем по лезвию бритвы. Один неверный шаг, и мы внизу, на самое дно можем упасть. Не мы, так наши дети. Или другой шаг вверх можно совершить, то же самое. И вниз не надо, да? Не надо, нет, не так хочет. Но, но все-таки падают. Ну, напьются там, ну, уколятся, ну, случаются. Это называется, бывает. Ну, бывает, но все равно, если к семье давай, ну, изменил, ну, напился, ну, там, подрался, ну, преступление совершил, какой-то, что-то там, вот, что-то совершил. Ну, мы тебя ждем, исправляешься, и давай снова сюда. Вот люди привыкли к этому. Упал грязь лицом, и снова в семью. Упал грязь лицом, и снова в семью. И что в семье накапливается? Грязь. Он падает и поднимается куда? В семью, вот в этой человеческой ценности. И они постепенно, то есть, начинают загрязняться вот эта вот культура семьи, традиции, династии, которая давно уже разрушена вот таким именно путем. А вот туда вверх, говорят, не надо, секта. Вниз бывает, а вверху секта. То есть вещи абсолютно необъяснимы. Если это еще можно объяснить и понять, то там непонятно, что. Так вот, дело в том, что, говорят, вы должны подниматься вверх и привносить семью, не уходить туда, как и вниз не уходить. А привносить оттуда эти ценности в себе. Вот какая вещь. Не уходить от человеческой позиции, потому что мы люди. Вот, говорится, вот это наша человеческая позиция. Вот что нам дано. Не уходите от этого. Обогащайтесь. Вот открываете чакры, вам нужна будет пища. Каждый год жизни разная пища. Поэтому из-за того, что пища для одного, я для другого. У нас разный возраст. Разные, по-разному работают чакры. И затем, 14 лет это попытка Духа твориться. Это, кстати, вот насчет 12-го года. Вот почему так опасно сейчас эта ситуация, потому что открыто все внизу и сверху. Если человека нет знаний о свободе выбора, у него больше риска упасть вниз, чем подняться вверх. Как раз сейчас вот этот риск очень опасен. Большинство людей все же падает вниз. Дети в компьютерах, ну, я не буду, ладно, сами знаете. 15-й год. Вот он уже знает, что такое любовь. Представьте, он уже имеет опыт, имеет какую-то веру в этом возрасте человек, убежденность, нравственность. Он еще категоричный, он уже в чем-то убежденный. Но 15-й год, снова страх. В чем страх? Деловидность. Да, любовь, хорошо, любовь, вот этот призыв, еще опыт в 15 лет, но что с этим делать? Он начинает догадывать себе в 15 лет, что жить-то придется ему самостоятельно, с этой любовью. Он уже понимает, что такое слова родителей. Вот, женись и устраивайся на работу. Ага. Это уже мама, папа не будет, все, я уже не буду так вот подходить, мама, дай то, папа, дай это. Уже нет, я должен сам оказывать это все делать. Это уже страх самостоятельно в жизни. На каждом этапе, 7-летнем, возникает некий кризис. Вот этот кризис, страх называется, его всегда придется преодолевать человеку, вступать в новую фазу. Если, если вы не отучите ребенка от страха, он будет бояться все оставшиеся годы. Если он застрянет на этой чакре и не пойдет дальше, это большая проблема. И в 30 лет он будет у вас лежать на диване, как ребенок. Не знаю, чем заняться, где работать, кто и вообще. Вы не справитесь с ним. Страх, потому что чакра это непреодолимый страх. То есть задача преодолеть этот страх. И в 16 лет, как преодолевается этот страх, вот этими чувствами сладкими, влюбленностью и умением уже найти наслаждение, они уже начинают обниматься, смотреть близко друг на друга, касаться друг друга, понимаете. И вот эти чувства, они перебивают эту чакру страха. Вот ради этих чувств, значит, человек идет дальше. То есть ему нужно это в 16 лет, оказывается, каким-то образом. Вот тут опасно. Как же это ему дать, чтобы при этом не разрушить его нравственность? Вот поэтому есть культура. Не просто вот эти обнимания где-то там в темных углах, а именно культура общения существует. Вот так. То есть возвышенные чувства это нужно преодолеть. А не низменные чувства. Поэтому в 16 лет необходимо уже обучать, вот, как выражать свои чувства, как у меня говорить, как общаться с противоположным полом или с другими людьми, неважно. И в 17 лет, это деловидность, видите, совпадают две чакры деловидности. Третье. Что это означает? Уверенность. Мы любим друг друга, и нас никто больше не волнует. Все. Что, мать и отец, подвенец и конец. Все, мы решили. Мы любим друг друга. Вот они вот такую позицию занимают. В 17 лет они способны вот так сильно отстать свою позицию. Не бойтесь этого, это пройдет. В 17 лет пройдут. Не нужно шокироваться. Мы видим все это в жизни, все эти вот проявления. И не нужно шокироваться. Но в 18 лет они уже пытаются, уже на следующий год пытаются добиться какого-то понимания уже от всех. Сначала они заявляют, что вот нам никто не нужен. А уже буквально в следующий год оказывается, что он нужен, и даже очень. Нужны многие, оказывается, и друзьям нужны, и родителям нужны. Они так не выживут. Нужны многие. Не хотят, чтобы их тоже признавали. В 19 лет человек начинает философствовать о любви, и начинается идея семейной жизни. Философия любви выражается в практике в чем? В браке. Это философия любви. Как она философски практически осуществляется, как применяется знание в браке. Значит, есть муж, жена, и соответствующий с этим обязанностям. В 19 лет нужно начинать осознавать, что такое семья, что такое это ответственность. И в 20 лет уже есть первые реализации. Могут быть первые реализации. Могут не быть. Могут быть. И даже может быть развод в это время. Чувство года помыли. Помните, мы говорили? Такое случается, даже очень мало. Я видел такие примеры. И в 21, если они преодолевают это, они пытаются найти духовную сторону партнера, как бы ищут сотрудничество, долговременных отношений. Они преодолевают этот момент трудностей, этот философский момент, момент мудрости, потому что оказывается трудно общаться близко с противоположным полом долгое время. Тогда они пытаются уже осмыслить личность с духовной стороны. Какое у нас совместное развитие, что у нас общего. Иногда выясняется в этом периоде жизни, что у нас ничего общего, оказывается, нет. Можно расстаться. Иногда выясняется, что есть общее, и можно попытаться что-то сделать. И так, здесь у них появляется некая вера, что они вот могут совместно как-то развиваться вместе. Но в 22 снова страх. Чем заключается этот страх? Страх жить всю жизнь вместе. Или на всю жизнь остаться одному тоже страшно. И так плохо, и так плохо. Много таких рассказов есть, произведений, которые описывают состояние этого человека, который застрял на плечах и на всю жизнь. Так, не знаю, жениться ему или не жениться. Может, 50 лет, он все еще думает, жениться или не жениться. Ведь на всю жизнь, понимаете? И даже в 99 лет ему страшно, потому что еще целый год вместе жить, понимаете? Чакра просто работает. Он же отмевает травму человека. Он же не знает, сколько он проживет, правда же? Боится. Есть такой страх. И сейчас, кстати, вот этот страх, он доминирует как чакра. Вот это не кризис в обществе. Доминирует. Поэтому мужчины, в целом, если говорить о сегодняшних мужчинах, они боятся вступать в брак. Вот в полную фазу ответственности боятся на всю жизнь. Есть страх. Потому что он должен остаться свободным даже в браке. Это психология мужчины. Он хочет быть в каком-то, в каких-то ограничениях. Не может быть. А смерть для него может оказаться как раз вот этим замкнутым пространством. И для мужчины это неблагоприятно. И он не доверяет своей жене или молодой жене или женщине. Сможет ему дать такую свободу, потому что его чакры работают неправильно. И вот нижние чакры работают в полную силу, а верхние не открытые. И вот тогда жена говорит, нет, с такими чакрами гулять не надо. И легко ходить. У тебя такая чакра, у него точно такая же чакра. Вот у этой женщины, если вы где-то увидите друг друга, конец нашей семьи. Две чакры соединятся и узнают, что потом будет. Будут никому не нужны дети, брошенные браки. То есть там нет никакой ответственности. Там чувство сильнее, ни чакры сильнее. Не осмыслится ни философский поиск, ни гармония, ни совместная какая-то цель жизни. Это ослабевает все. Поэтому человек теряет свой отдых только потому, что неразвиты высшие чакры. И возникает недоверие друг к другу. Потому что ты чувством не управляешь. Я тоже не управляю. Но пока вот мы живем вместе, а дальше посмотрим, что будет. Если я люблю другого человека, я первый тебе об этом скажу. Все честно. Потому что я не отвечаю на себя. У меня нижние чакры работают, а вверх, которые контролируют их, не работают. Такой механизм. Я не могу вам гарантировать, но будем жить пока вот так. А как только влюблюсь в кого-то, я сразу тебе уже скажу. Не беспокойтесь. Живи спокойно. Все честно. Вот так случается. А в 23 года, когда гармония, гармония и чувства соприкасаются, вместе здесь соединяются, они чувствуют уважение чувств других. И приходит понимание о нуждах другого человека. Видите, смотрите, внимание переключает из себя уже на близкого человека. Вот эта чакра уже отдача начинает работать. Очень важно дожить до этого времени. Раньше времени не разбежаться в разные стороны. Очень важно кастрюлю с огня не снимать, когда вы готовите пищу. Раньше времени не снимайте, иначе пропадет все. Она будет непригодна ни к еде, и выкинете все. И так кастрюля работает. Дальше страх преодолевается. И они уже строят какие-то уважительные отношения. И начинают понимать потребности друг друга. И даже могут служить друг другу начать. Уже какая-то бескорыстная отдача начинается. 23 года. А в 24 это деловитость и гармония. Это интересный момент. Забота о всех сторонах своей жизни и членах своей семьи. Тут человека проявляется забота. Но только в том случае, если его не обманывали раньше близкие люди. Вот этот обман. Или не унижали, не оскорбляли. Тогда он сознательно не хочет заботиться. Хотя понимает, что нужно, но я не буду. Потому что он такой, такой, не такой. У меня позиция появляется против этого периода жизни. То есть я сам начинаю бороться сам с собой. С собственными чакрами, собственными предназначениями. Потому что я обижен. Меня очень затронули близкие люди. Были ко мне несправедливыми. Именно поэтому говорится, прощайте других. И живите свободно, развивайтесь дальше. Если вы не будете прощать, вы не преодолеете это все. Но застряйте на эгоистическом каком-то моменте жизни. Так и останется все. Итак, забота. В 25 уже устроенность и гармония жизни начинается первая скуга. Ну, на наше время не похоже, правда? 25 лет устроиться в жизни самостоятельно сложно человеку сейчас. Возможно, он только-только начинает что-то понимать. Потому что мужчины в наше время созревают к 50 годам. Когда уже пора все заканчивать. Они только начинают догадываться, что какая жизнь вообще вокруг них. И сколько ошибок он совершил. Начинают наконец признавать и догадываться, что он во всем виноват. Знаете, интересный момент есть. Такой метод випассана называется. Випассана – это элемент медитации. Практика медитации в Индии. Применяется сейчас во всех тюрьмах. То есть, одна женщина в индийской тюрьме… Я не буду описывать, что это индийские тюрьмы. Не поверите просто. Одно могу сказать вам, предупредить. Если будете в Индии, ради Бога, не попадайте в тюрьму. Это страшнее всего на свете быть в индийской тюрьме. Это ямы, такие вот ямы, ямы. Это не какие-то кабинеты, это эмали-камеры. Это ямы. И там вот сидят люди. Там же и туалет, там же у них и пища. Туда же падают змеи и скорпионы. То есть, индийские тюрьмы – это страшнее, наверное, страшнее. Одни из самых страшных заведений вообще в мире считаются. И плюс еще отношения кастовые там есть. Сложные очень. Вот индийская тюрьма. И там преступники, люди, которые сильно обижены, они не могут простить, они ждут своего срока выхода, чтобы отомстить. Каждый живет в этом сознании вместе. И одна женщина возглавляет эту тюрьму, становится директором этой тюрьмы. И там целый фильм существует. Она прям там все рассказывает, как это все началось. Она решила применить эту випасану в тюрьме. Я объясню, что такое випасану. Это медитация каждые день по 10 часов. 10 часов должны сидеть каждый день, чем 10. И медитировать на что? Первый день просто на свои ноздри. Как там воздух дышится, при дыхании. Выходит, заходит, выходит, заходит. Вот и все. 10 часов. 10 часов, первый день. Второй день может быть чуть-чуть глубже, там нацоглотку можете уже просмотреть. Уже интереснее как-то. Больше. И вот эти первые три дня, вот такие вот простые, элементарные, они подготовительные, точнее, не сама випасана. Это подготовка, как бы смирить человека нужно, что он принял в этом процессе. Вот эти. Люди потом вспоминают, представьте, их сгоняют на силу всю тюрьму на випасану. Они усаживаются на коврике. Ну, благо, индусы могут сидеть на полу долго. Нам нужно было быть спулено, я думаю, чтобы сидеть 10 часов. И вот разрешается менять позы, если они хотят. Если задавать вопросы, разрешается. Все остальное не разрешается. Легкий там какой-то завтрак, немножко сна, и снова 10 часов каждый день. И первое, что думает каждый человек в тюрьме, я сбегу. А потом понимают, бежать, да я в тюрьме, куда бежать? Я же не на свободе. И вот ловушка, я, говорит, не знал, что делать, был ад на самом деле. Я не мог самим собой оставаться на долгое время. На третий день каждый из них сломался. И подумал, ну ладно, мне это же не избежать, попробую, что в этом есть. Они как бы согласились на третий день, они согласились принять этот процесс только. Через, получается, 30 часов. 30 часов вот такой вот, вот такой изуверстный. А потом уж даются самами пасаны, они начинают чувство тела, как поток меняющийся. И как что-то постоянно, как меняющийся поток. Как? Вот вам забыло здесь. Давайте, обратите внимание на эти 10 часов сегодня, на 5 часов первой половины медитации. Только на те процессы, которые происходят у вас в этом теме вечера. Ну-ка давайте, что там в теме происходит? О-о-о. Кажется, ничего, а ну присмотрите, точно что-то происходит. О, так много чего происходит. О, там мысли, там то, там это. И оказывается, там потом проходит энергия. О-о-о. Через 5 часов вы начинаете чувствовать, что там происходит. Потом, говорит, вот область печени, давайте сейчас посмотрим, что там происходит. И вы еще 5-10 часов медитировать и тоже ощущаете там тоже очень серьезные вещи происходят. И в конце концов, когда вы так наблюдаете это тело, вы начинаете понимать, что вы не тело. Как бы со стороны ведите себя. О-о. И знаете, какой эффект? Вы не поверите. Они начинают видеть. Все эти причины своих собственных проблем и преступлений. Они все через 10 дней знают, что я есть причина того, что я сижу в тюрьме. Я, вообще никто, это мне виноват. Они начинают плакать через 10 дней. Выходят, просят прощения у всех у начальцев друг у друга. Их отпускают. И больше они в тюрьму никогда не попадают. За 10 дней человек исправляются полностью. Поэтому сейчас эту випассану вели во все тюрьмы иди. Во все. Исключительно. На основании этого. Вот он пример. И так очень важно. Очень важно, чтобы эти чакры были открыты. Потому что мы должны себя осознавать всегда с более высокой ступени. С каждым годом. Это прогресс, это развитие внутреннее. Нельзя закрывать эти, блокировать чакры. Страх сейчас преобладает в обществе. И чувства. Согласны? Хочу, не хочу. Очень сильная концепция в обществе. Хочу, не хочу. Это очень сильная концепция. Я был в некоторых городах Сибири сейчас. Этим летом. Круктур. И мы проводили в залах лекции о семейной жизни. В основном для людей. И через это мы также открывали какие-то истины. Истины, дхармы, философии и прочее. И я приводил статистику людям, что у нас в России 70% развода. Но в некоторых городах мне сказали, у нас здесь не так. Там люди были, знающие. В некоторых городах России сказали, у нас разводы за последние два года 100%. Почему? Очень сильная концепция хочу, не хочу. Хочу, не хочу. Хочу с этим человеком буду. Не хочу, не буду. Все просто везде. Не постоянно. Вот эта вот платформа «хочу, не хочу» — это ребенок только начинает что-то осмысливать. Вот ноги застревают на этом уровне. Хотя уже чакры работают другие, они работают неполноценно. Это уже ущербные моменты в жизни. Поэтому психологи говорят, давай вернемся, у тебя проблемы, так давай вернемся. Вспомни, что было у тебя в действии с мамой, с папой, сколько тебе было лет. Ищут причину там, предыдущую, что там блок остается, и вот он тормозит все это развитие. И вроде бы надо бы уже заняться чем-то, а у меня ни веры нет, ни основ никаких нет, ни энергии нет заниматься этим. Или даже я достигаю чего-то, а потом чувствую, что полная апатия. Вот тебе да, ты фокус. Я от себя такого даже не ожидал, что такое произошло сегодня. Итак, 25 лет устроенность и гармония в жизни начинается первая с ука. Ну, то есть всего достиг в основном, человек устроен уже, семья есть, первые дети, которые устроены соответственно образование, профессия, как бы все уже как-то устоялось. И без скука, а что делать дальше-то? Как? В 26 он начинает поэтому думать о призвании и смысле жизни. Очень серьезно начинает думать. Заметьте, он начинает это спрашивать в 5 лет и в 26, согласно чакре виду. Начинает думать о призвании, о каком-то высшем смысле жизни. Все это есть, а что дальше-то? В 27 становление философии отца и матери. Вот, о чем начинает думать. Вот смысл жизни в том, чтобы стать хорошим отцом и хорошей матерью. Вот тут, значит, люди начинают понимать, что такое тхарма, ответственность. То есть раньше слово ответственность будет непонятным. Не удаляйте детям слово ответственность раньше времени. Они должны видеть ответственность только на примере родителей, в основном. А уже в 26-27 лет они сами осознают полноту этого слова. Понятно, что молодежь не знает слова ответственность. И не нужно насильно прививать это. Это должно прийти в свое время. В 27. И в 28 это духовность, связанная с гармонией. Очень интересно. Желание воспитать возвышенных детей, оставить о себе свет в обществе. Дети это как бы наш слеп в обществе. Хорошие дети. Человек начинает думать, как воспитать своего ребенка очень хорошо. Ради него начинает многое делать. Это проявление духовности на четвертом этапе. А затем снова страх. Знаете, от чего? Потому что включается чакра философская. Вишутха включается. И в чем же он сомневается? Чего же он боится в своих? В 29 лет. Он боится будущего. Потому что начинает подзеревать, что он не такой уж умный. Очень интересная реализация, правда? Вот чем раньше он придет, тем лучше для нас. Люди есть, которые... Этот процесс проживают быстрее. В два раза быстрее. До 29. Значит, в 15 лет, если человек знает, что он не такой уж умный на самом деле, это очень противная личность. Это философ. С этого и начинается философия, познание как таковое. Вот это вот обучение еще поверхностное. А вот с этого времени, 29 лет, он начинает подзеревать, что он не такой уж умный. Он начинает догадываться, что он делает глупости, оказывается, часто очень. В своей жизни. И в 30 лет чувство включается с философией. Он пытается доказать себе, что через чувства я все же буду счастлив. Просто вот я должен правильно наслаждать свои чувства. Это вот такая вот культура, эстетство, изыск появляется в вещах, требовательность в подъезде, в поведении, в общении. Может быть, там какие-то появляются уже группы, клубы какие-то, знаете, где люди наслаждаются каким-то образом, более возвышенным. У него появляется такой интерес доказать себе, что можно быть счастлив просто через чувства. А в 31 лет он пытается оправдать свою деятельность. Такая значит, что она очень важна в том, что делает. Ведь из-за этого есть некоторое философское разочарование. Это попытка реабилитироваться как-то. Обычно чувства, страх, они постоянно сопровождают нас. Но на уровне философии они лишние. Они лишние, они не помогают философу. Ни страх, ни чувство, хочу, не хочу. Нужно принять истину, принять реальность. Но он пытается уже доказать, что чувства важны, и моя работа самая важная в жизни. А это не самая важная в жизни. В 32. Попытка соединить предназначение и работу. Вот сейчас это сложно сделать. Сейчас работа с предназначением может совсем несловаться. Кто-то продаёт им в лавке водку, сапоги из кожи. Это вообще плохая карма. Это очень трудно соединить с какой-то воздушной целью. Это наше время, вы видите, какое сложное. Труд также, профессии могут быть сильно сквернены. И в 33 года соединяются две философские чакры. 33 года в возрасте Иисуса Христа, созревание философа. Вот тут человек появляется, имеет здравый смысл уже какой-то. 33 года здравый смысл. Сам по себе, если чакра работали, все, он станет таким. И в 34 он начинает обретать интересную способность мудрости. Он может меняться там, где работает и живёт. Вот это мудрость, гибкость. То есть не конфликтовать, а меняться. Уметь менять. Менять отношения своё. Делать какие-то уступки, компромиссы находить разумные. Вот в 34 года появляется такая у него способность меняться. И в 35 о удовлетворении своей работы и семейной жизни. То есть вот эту веру в семью всё вкладывает. И философский уже, и то, что он уже имеет какой-то статус в обществе, ему 35, и уже репутация у него есть какая-то. И почему? Потому что всё это семья, всё это дети, это моё достояние, это мой капитал, это моя работа. Он всё это начинает очень оценить и превозносить в 35 лет. Гордиться. Однако в свой 36 снова страх. Перед чем? Чего человек боится всё больше всего? Современно. В отношениях. Не в смерти, не на предыдущих. В отношениях. Боится общаться в более разуме. Вот так. Вот странная вещь. Как раз люди боятся общаться со святыми или мудрецами. Потому что они их ведут насквозь. И поэтому это некомфортно ведут насквозь, потому что наша культура немножко другая современная. Как раз мы хотим показать себя с хорошей стороны. Мы не хотим, чтобы нас просвечивали насквозь. Мы одеваемся, то есть мы какие-то атрибуты используем, чтобы представить себе в обществе. А за этими атрибутами есть что-то другое внутри. И более разумный человек понимает, видит это. Тут появляется страх. 36-37. Он обретает способность контролировать чувства. И поэтому у него приходят первые откровения философские. Не просто какие-то понимания логические и философские, а откровения изнутри. То есть это преддверие счастья, как он испытывает. Как? Когда контролирует чувства человека, это написано в ведах, на него не сходит высшая реальность. Автоматически. Можете попробовать. Можете попробовать, контролировать чувства. Согласно правилам предписаниям, в священном действии вы увидите, как начнет прибавляться счастье, радость, реализация. Автоматически. Но это нужно делать добровольно. Когда аскеза приходит вынужденно, этого не произойдет. Когда субь это требует или жизнь заставляет ломать нас, этого не произойдет. Но когда я добровольно это делаю, это произойдет. То есть добровольно аскеза. Поэтому в ведах говорится, что человек создан для аскезы. Так он может очищаться, прогрессировать и будет счастлив через аскезу. Если он пересечает свои чувства, он никогда счастлив не будет. Наоборот. И вот в 36-37 лет он, естественно, хочет контролировать свои чувства и уже получает радость от этой философской, от философской, какой-то философской религиозации. И в 38 активное общение с мудрыми. Все, сомнения уходят. 38 лет. 39 нахождение себя в системе мудрецов. Он становится одним из них в 39 лет. Одним из мудрецов. В системе мудрецов он также чувствует себя, как только он. В 39 лет знает свое место. Затем в 40 лет у него появляется способность доказать свою точку зрения другим. То есть это уникальная в жилищности. Уже отличающаяся полностью от других людей. У него есть своя точка зрения. Неповторимая. Индивидуальная. То есть он резидовал себя. И вот это очень важно. Мы сейчас говорим о тех вещах, которые сейчас редко все реже и реже встречаются, потому что чахры по-разному работают. И в 41 год две мудрости соединяются. Мудрец созрел. Все у него абсолютное миротворение внутри, гармония, убежденность, уверенность в себе. Такая стойкость, незыкливость, неуязвимость в жизни. Его не интересует этот войск. Плохо, хорошо, высокий, низкий. Он стабильно себя чувствует. Могущественно. И в 42 года понимание, что мудрость приводит к духовности, что оказывается есть путь дальше еще. Что его очень сильно вдохновляет. Что он готов к чему-то очень важному, на пороге чего-то важного в жизни стоит. 42 года. А в 43 снова страх. Вот это страх самый сильный. 43 года. В чем же этот страх выключается? Страх перед погружением в духовность. А мне что, придется все оставить? Ого-го-го-го. Это так, на самом деле. Нужно все оставить? Нет. Ничего вставлять не нужно. Просто погрузиться в духовность. Человек говорит, а если погружить в духовность, я оттуда вообще выгружусь когда-нибудь. Это не ловушка вообще. Потому что это дело просто серьезное в духовность погружаться. Если эта чакра откроется, то все, у меня как-то духовный подвиг совершил. Знаете, такое хорошее. Духовный подвиг совершил. Вот рискнул, встать на этот путь. И в 44, как только он это сделал решение, преодолел страх, он испытывает духовное наслаждение, удовлетворение чувств. Вот такое счастье испытывает. Невероятный человек. И думает, боже мой, чего же я болелся, даже бояться не нужно. Почему жизнь так устроена? Что мы боимся как раз того, чего бояться не нужно. А то, что нужно бояться, не боимся. Духовности боимся, а без духовности не боимся. Вот уж странно. Так работают чакры. То есть, всегда будут какие-то испытания, проверки. Духовное наслаждение, удовлетворение чувств. Представьте, вот эти чувства, которые хочу, не хочу, могут одухотвориться. Что это означает? Между хочу и не хочу разницы нет уже. Все хорошо. Хочу, хорошо, не хочу, тоже хорошо. Я приведу пример. Я, как и все мужчины, естественно, я за столом приверливаю человека. Да, если мужчина ест что-то, что жена плохо приготовила, он будет ругать, он будет. Он не в нем и будет молчать, вернее же. Мужчина так устроен. Будет раздражаться, в смысле. Но когда вы едите освященный пищу, этого не произойдет. Вкусно приготовлено, хорошо. Невкусно, тоже освященный. Духовное качество одинаковое, это уже считается оскорблением, критиковать такую пищу. Все, а вы уже разницы нет между этим. Это пример из жизни. Вот как только мы стали готовить освященную пищу, я понял, что уже меняется и психология у человека, и акция. духовные чувства, то есть духовные чувства, вне духовности. Как говорил Маудзи Дун, чем хуже, тем лучше. Тоже единственно в каком-то моменте времени, что испытания тоже хороши для нас. 45, систематизация духовности. Оказывается, в 45 лет он начинает понимать, духовность, это не сентименты, это не просто чувства, это наука. Ее можно систематизировать, классифицировать и изложить. Ясно, логично, доступно, научно, со всех точек зрения. Духовность, наверное, научна. Это в 45 лет деловицы и духовности соединяются. В 46 поиск духовной гармонии и общения. Активно начинать искать этого общения. Как бы потребность, жажда возникает в себе. Если в обществе нет таких блоков на этот счет, предубеждений, ему ничего не мешает, конечно же. Если есть, то, конечно, будет поменять. Куда ты скажешь? Ты куда? Ты уже 46. Ты куда? Ты посмотри, у тебя есть деньги, есть семья, есть работа, ты можешь все потерять, а если ты будешь общаться с духовными людьми? Этот человек роб блокирует. И тогда очень сложно что-то дальше делать. 47 лет понимания философии духовного развития. То есть, есть система каких-то ценностей, а есть целая философия. Философия – это уже понимание жизни духовного. То есть, он начинает догадываться, человек в свои 47 лет, что жизнь имеет духовную природу исключительно, нематериальную. материя – это поверхность природы. Это поверхностные проявления живого существа. А сама жизнь, она исключительно духовна. И все эти законы, которые проявляются в этом мире, они исходят из духовной энергии. Такой закон, как любить, не причинять насилие никому, не обманывать никого. Все эти запроведи – это законы духовной жизни. А материальной жизни не существует этого покрытия. это покрытие, это неживие. Так же, как вы видите сейчас, не меня практически, а только мою одежду. И так, я же в одежде. Вы видите, вот шар, видите, куртку, брюки, обувь. Но этого не мешает понимать, потому что покрытие повторяет мою индивидуальность. Походка. Вы узнаете все равно, даже перед темно узнаете. Потому что за эти покрытия вы узнаете, есть личность, есть жизнь. Вот там, жизнь. А это лишь покрытие, это не истинная вещь. И в 48 лет у него появляется уникальная способность давать духовные советы. Что это такое? Это мистическая способность. Вы видите перед собой человека, видите его вопрос или проблему, и точно знаете, что ему сказать, что вы решите эту проблему. Точно. Никаких экспериментов, никаких диагнозов, никаких анализов задавать не нужно. Вы просто точно знаете, почему чакра открыта. Если эта чакра открыта, она просто взаимодействует с чакрами другого человека. Вы это просто все ощущаете, как на себе. Это все. Вот этот блок, который есть в человеке, приводит к проблеме, вы берете, чувствуете их как свою собственную боль. И вы знаете, поскольку у вас все чакры открыты, что с ней делать? Это происходит автоматически, как только у меня нога начисалось, я автоматически знаю, что нужно почистить, даже не прочитать. Нет усилий, не нужен анализ, искать эту точку, не чешет, звать какую-то команду, скорую помощь для этого. Не нужно, потому что вы на себе это чувствуете. Также в этот мир будете чувствовать на себе, а вы знаете ответы на вопросы. Это способность давать духовные советы. И в 49 чакры объединяются. Смотрите, 49 означает духовность снизу и духовность сверху. Совпадают, здесь встречаются. Они объединяют опыт всей прожитой жизни. Учитель высших идеалов. Все, вы духовный учитель, учитель высших идеалов. Что такое учитель? Учитель означает, его поведение и речь совпадают вместе. Он действует так, как сам учит. Он не отклоняется в своих поступках от своего собственного включения. Вот так проверяется квалификация учителя. Если он говорит хорошие вещи, но делает плохие вещи, это не учитель. Если он делает хорошие вещи, но говорит плохие вещи, он тоже не учитель. Но если он говорит хорошие вещи и делает хорошие вещи, это учитель высших идеалов. Вот он способен учить и менять, возвышать, открывать какие-то центры восприятия, чакры. То есть в присутствии такой личности у нас начинает открываться чакры. Собственно говоря, это есть главное лекарство всех наших недугов, общение с такими личностями. Общение у нас начинает открываться в эти центры. Но они могут и закрыться, правда же? Например, вы у врача в кабинете, он говорит, вот причина вашей болезни. У вас чакра открывается, понимаете? О, да, я ел не то и делал не так, нервничал под опрасной. Все понятно, не открыли, просветляют меня, доктор, хорошо, чакра открылась, я осознаю. Но ухожу от доктора, и чакра снова закрывается. Я снова делаю то же самое. Потому что нижние чакры, они работают, уже работают, а верхние еще не включились. Поэтому, что важно, когда мы слушаем какого-то человека, который примет больше опыта и знаний, мы пробуждаемся, как в этом момент времени. Это так же, как будить человека. Разбудили? Да, говорит, я не сплю, все, я проснулся, вы уходил, и снова уснулся. Если вы не подниметесь в это время, начните действия, и снова уснете, говорит. Поэтому слушайте, как пробуждаете, нужно встать и делать это. Вот это очень трудный момент в жизни, встать. Знаете, это просто не очень трудно встать, не хочется встать. Ну никак, ну невозможно, Господи. Не хочется, не могу, невозможно. Это античеловечно. Я всю жизнь трудился, я ишачил 40 лет, 48 лет. А теперь в 49 я должен что-то делать. Да нет, что вы, может не надвесь уйти, это же невозможно, нужно отдыхать. Не-не-не, это все глупости. Нужно встать и приступить к другой уже деятельности, более высшим порядком. То, что услышали, нужно сделать. Сначала трудно, страх даже будет некоторое. А потом, когда чувство пробуждается на этом уровне, вы чувствуете всегда себя хорошо. Проснулись рано утром, подобно трубку. Идете в ванну, холодный душ, уже легче. Оделись, победитель, и вообще счастье. Очень хорошо. Думаете, каждый день так вот идете. И снова утром трудно просыпаться. Обещали, все, я понял, все очень хорошо. Рано утром, да, я уже имею опыт, буду просыпаться. Каждое утро, в 5-6 утра все. Но опять приходит время, в 5, понимаете, безчеловечный. Я, я, я больной. Я кричал, когда меня будили в школу, я кричал, что у меня температура, у меня горячая. У меня не стали градусник, я в 3-м мог еще расслабиться. Я не был никаким горячим, просто не хотел вставать. Я знаю, что если температура в школу мне не отпустят. Вот я говорю, я горячая, у меня температура, все. Я мать мешала за градусник, выставила, и вот это время я еще спал. Хотя бы. А если горячего, на самом деле, вообще, я был счастлив, что я не хотела больше. И тогда я градусник выпускал в стакан чая. До саркатья приду поднимал и ставил за мышку. Пугался все, все в своих родственниках. Потом меня разоблачали, забивали мою чаку на место. Открывали другую чаку, как в школу, таким образом. И, значит, в 49 лет мы обязаны стать учителем. Если в 49 лет, или 50 лет, или 52 года, то есть это же схема, она же гибкая. Пойдите, это просто схема, она гибкая. Немножко может быть коррекцией там, по годам. Это не так важно. То, что за год, за полтора можно иногда, или за два, ну, смещение бывает. Но если вы скажете, 50 годам, так и не обрели квалификацию духовную, что о вас скажут молодые люди? В конечном итоге. Если вы будете, да, все же их учить, несмотря на то, что так и не приобрели знания необходимых, скажите, старый дурак. Очень обидно. Для человека в годах вот так. Это просто нож в сердце вообще. Благодарны за все прожитые годы, за всю мою жертву. Старый дурак, все, пожалуйста. Они еще старый козел скажут, это вообще невесимое, за три, за легче. Вот эта обида в старости, она очень может быть болезнен и глубокая. Это просто убить легче человека, чем старика вот так вот наказать. Это молодежь клубиться надо за ним. Это очень тяжело переживать. Почему? Потому что он еще и беспомощный становится, и зависит от него. Вынуждены еще от них и помощь принимать. Вот с таким отношением. Представьте, какое страшное положение человека. После сорока девяти, если вот жизнь его не состоялась, могут очень тяжело строить свои отношения дальше. Но природа милостивная. И у нас вообще срок жизни не 50 лет, а 100 должен быть, верно? Поэтому есть другая половина жизни еще. Если мы не успели в этой половине все закончить, нам дается шанс хотя бы частично начать что-то проработать еще в следующую фазу, еще 50 лет есть. Да, начнем заново, смотрите. Вам 50 лет, где вы находитесь? Страх выживания. Боже мой, что же я буду делать? Я уже старый, правильно? Как же все будут поддерживать? Дети разъехались. Я же никому не нужен. У вас страх сильнее, как вы считаете, чем младенец? Ого-го-го. Младенец он не осознанный, это в принципе для него естественно нормально, бояться в этой возрасте не травмирует. Но 50 лет это травма в жизни. Если вы попадаете в эту чаху страха, 50 лет, и чувствуете, что вы никому не нужны, со своими советами, вы уже устаревшая модель, вы получите глубокую травму просто. Да, затем по вас проснутся чувства. Хочу-не хочу, будьте капризничать в семье. Чем удивительнее многих своих близких. Он еще что-то себя порчит вообще. То даешь, это даешь. А ты вечно недовольный вообще? Иди отсюда, нести на заваливки, вообще из дома уходите. Дом престарелых, уходи отсюда. С немцам как-то не будь, как с ребенком, правильно? То есть это уже как бы позорно переживать, унизительно все это переживать заново, видите, в таком возрасте. Активное изучение мира начинается в свои 52 года. Активное, что такое активное изучение в жизни в 52 года? Значит, лезть, сувать свою носку, дать я не бросил. Но ты уже вообще всякие границы перешел. Ты детей не портишь, ну-ка портишь, туда лезешь. Без тебя, уйди отсюда. Это дети могут вам сказать, уйди отсюда. Пошла вон, или пошел вон, наобца, на мать, вот так. Вот если вот в таком ключе дальше работать, это уже страшно, видите. Другой возраст, другой этап жизни. Все 4 года радость, общение, тело стабилизировано. Это имитация, имитация. Это тоже унизительно. Начинает радоваться подачкам каким-то. О-о-о, да, как я счастлив. На самом деле не счастлив, он сильно страдает. Это как вот человек сидит в тюрьме, знаете, и у него на ноге вот гиря приковано. И вот когда он ходит, кожу сдирает. Он вот ходит и сильно страдает. А хозяин говорит, ну, у тебя проблема, вот возьми, обмотаю ногу тряпочкой. Он говорит, ой, большое спасибо. Вот, 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 понимаете, вот, 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 здоровье тебе, вот твоей родственник, вот твоей семье, твоим детям. Вот такое состояние, видите. Вот что происходит человеку. Очень жалкое положение, рабское положение. То есть он должен достичь в 50 лет бесстрашия. Очень важно, так говорят леды, в 50 лет уходи из дома, иначе ты будешь бояться всю оставшуюся жизнь. То есть не связываться больше с домашними делами и с профессиональными делами. Переключается на другой уровень жизни, безстрашие. А бесстрашие означает, не оттажьтесь, если не с чем в этом мире, начинается новый этап духовный. Вот если человек в 49 лет стал духовным учителем, ему уже не страшно войти в эту полосу жизни, где уже требуется развитие отречения от мира. Где он уже нужен именно вот как высший знаток духовных идеалов. В 54 года попытка понять мир, начало обучения. Это называется повышение квалификации, скорее всего. Вот, понимаете, все по-другому нужно понимать. В 55, первый опыт и передача его другим. Тоже выглядит наивно. Он пытается свой опыт устаревший применять другим, давать какие-то советы, которые не очень-то работают. Устаревшая техника, устаревшая жизнь, в этом материальном понимании все устаревшее. Он, на самом деле, не может это делать по-настоящему. И в свои там 50 какие-то, 6 лет, он может думать, что может быть, когда-то мне еще повезет. Может, я кого-то еще встречу в жизни. Разве такое не бывает? Вот. И в 57 лет он снова чувствует страх, а в свои 58 лет он может влюбиться. Вот несчастье. Я вам правда говорю, что в данном возрасте это просто уже несчастье. Вот все вещи просто несчастье. Но все же природа дает возможность проработать и оценить, что он находится в жалком положении. И с историей Курана. Один царь, он думал, что он царь. Он просто хотел быть царем. Он только об этом мечтал, но он был слепой. Поэтому царство так он и не унаследовал. И вот эта привязанность к царству, эта борьба за царство, он испортил своих детей, там прочее, вот в этой политике, чтобы все-таки царство как-то забрать своим детям, привела к войне. И в войне он потерял всех своих сыновей. Все потерял. И царство потеряло. Он проигрался. Слепой, старый, потерявший детей, свое будущее, в принципе. Все свои труды. Он отказался. Зависим от обстоятельств. И он жил во дворце царей, потому что он в царской гимнастии приближал. Это были его родственники победившие. Это был один клан, разделившийся на две части. Он жил у них и принимал от них пищу и материальную поддержку. Значит, другого выхода не было у него. Он состарился. Он не мог начать с новой цитой семью, детей рожать и прочей политикой заниматься. И погружился просто в скорбь и благодарил Бога, что хотя бы имеет какую-то пищу, жилье, хотя бы его не убили для себя еще. Что он их дядя, все-таки, родственник. Он оказался в таком положении. Как же вы вытернули эту историю интересную? У него был брат. Брату его очень духовно, чем бесстрашный человек. Он, когда узнал, что его скорший брат находится в таком положении, он сразу пришел и говорил из них. Сказать родственникам выйти из комнаты, всем-всем, племянникам, всем другим, чтобы никто ничего не слышал вообще. Был очень... Этот разговор был очень супроверный. Никто не знал, о чем он не говорил. Закрыл двери, повернулся к старшему брату и сказал, ты живешь, как дворой пес. Питаешься обедками пищи тех, кто убил всех твоих детей. Ты стал скотиной просто, понимаешь? Как ты так опустился? Уходи в лес немедленно. Начни, покой, если ты уже кашляешь слизью, все признаки старости, смерть на породе. О чем ты думаешь? Во что ты превратился? Посмотри, какое ты жалкое существо. До чего ты не догадился? Вот когда наставление вожжет. Очень важны наставления, особенно в последней фазе жизни, чтобы не забыть, зачем же я родился и как мне дожить, в достойном образе. Не потерять свою честь, совесть, духовное, как бы, богатство. Не растеряй. Вот видите, как опасно жить в этом плане. Вот у нас такая есть матрица, видите? Для каждого из нас подготовлена эта матрица. Мы по ней как бы живем, ориентируемся. Как я уже сказал, это может зависеть таким, как бы, больше деревом, потому что иногда какие-то акценты тут меняются, время чуть-чуть плавает, то есть она гибкая такая система в нашей жизни. Так что если мы какой-то год не прожили, то все. Необратимый процесс. Нет, нет, нет. Всегда можно что-то исправить такого. Например, человек застрял на идее выживания, он боится как бы выжить всю жизнь, думает, как заработать деньги, как построить что-то, вот устроиться, вот, вот, нужно им все это за счетой. Есть чувство, что хочу, что не хочу. Застрял там. Он выживает. Все чарты не работают, он не может даже деловые отношения строить, какой-то бизнес создать большой, скажем, нет вот такой открытости, у него отношений нет. Нет. У него нет радости, общения, он имеет узкий круг общения, наоборот. То есть, нет, тогда, тогда необходимо, прежде всего, пятая чакра очень важна, очень важна для каждого, чтобы раскрыть все эти предыдущие, вот эту вот гармонию, радость, изучение, необходимо изучать философию. Вот это открывает все вот эти вот заблокированные церкви. То есть, философский образ мыслей. То есть, философия избавляет ум от скорби, от злой памяти. Если это правильная философия. Обычно под философией понимается основополагающие истины, которых всего пять. Несложно, давайте послушаем. Всего пять истины, просто даже они сейчас услышите, уже на стороне изменится. Уже ум станет. Первая истина заключается в том, что есть душа. Это первое утверждение философии. То есть, ее предназначение отделить материю и дух. Поэтому есть материя, есть душа. Первый этап. Потом есть сверхдуша. Потому что душа всем не управляет, а управляется сверхдуша. Значит, первая концепция душа. Вторая сверхдуша. Это философские концепции. Третья концепция. Время есть. Еще категория, которой нужно размышлять. Четвертая концепция. Это материальная природа, ее качество. Еще один примет для изучения. И последняя. Это карма. Деятельность. Если вы знаете эти пять составляющих, вы знаете все основы философии. Это все перед нами. Карма, деятельность есть. Матеральная природа перед нами, в разобранных качествах есть. Время, аспект есть. Есть управляющий. Осталось немножко с этим разобраться. И есть индивидуальная душа. Все. Теперь изучаете это все отдельно, а потом соединяете вместе. И вот когда вы это соедините вместе, философ созрел. У вас ни одна, даже самая страшная, тяжелая ситуация, уже не сойдет в стол. Вы выжите при всех обстоятельствах. Этот вид жизни не вымирает вообще. Не подается вымирать. Потому что ум настолько стабильен в могуществе, что он всегда остается в поэзитиве. Вот это философская основа. То есть необходимо изучать философию. Эти пять вещей, которые я перечислил, тут даже книгу мне поставили, они описываются все в этой книге Бхагавадгиде как бы классифицированной. То есть упорядочно классифицированной, как философский трактат, который дает основы мира сда. Изучая Бхагавадгиду, ум становится чистым, позитивным, лишается, очищается от скорби, сожалений, обид и всего остального. Как Ганди говорил. Когда я эту книгу, когда мне плохо, терплю какую-то неудачу в жизни большую. А он терпел, неудачи большие. Даже был известный человек. Я говорю, открываю Бхагавадгиду и все плохие вещи тоже растворяются. Я начинаю общаться с вечностью. Все. Я начинаю улыбаться и радоваться. Вот так. Вот предназначение знания ничего. Чтоб человек оставался позитивным и полезным в своей деятельности, даже проходя через трудности, которые не совместят в штуке его. Итак, чакры все эти взаимосвязаны. Одна чакра пробуждает другую чакру. Если мы хотим искусственно перейти с одной на другую, это не так просто. Философию нужно изучать под руководством. Самостоятельное изучение философии, если человек не достиг гармонии, обычно люди говорят, я читал Библию, ничего не понимаю. Читал Коран, но мало что. Не знаю, как этим всем воспользоваться. Перечитал Бхагавадьюда, но тоже вот столько терминов, слов неизвестных, непонятных. Он боится все это. Не бойтесь. Всегда есть традиция. Традиция ведического такова, что Священное Писание комментируется, и комментарии важнее текста, потому что без комментариев текста не раскрываются. То есть проводник существует. Проводник означает настроение передаст, правильное, в которое вы сможете понять смысл шлоки. То есть открывается центр, общаясь с тобой личностью. И вы читаете, и все ясно становится. Вот это общение. То есть общение заменяет как бы все. Если вы общаетесь с человеком, у которого открыты центры, они у вас также в этом присутствии быстро открываются. Постепенно, постепенно это осваивается. Вот в чем важность общества. Мы можем общаться и возвышать друг друга, учиться друг у друга. Такова мудрость. Вот такая сегодня тема у нас. Мы поговорили о чакре в виде вкратце. Теперь можно приступить к вопросам. Какие конкретные вещи у нас интересуют? Пожалуйста, передавайте сюда написку. Или может быть место даже за того. Меня зовут Екатерина. Я бы хотел спросить. Как узнать, какие чакры открыты, какие закрыты? При индивидуальной беседе это не трудно сделать. А когда? У меня не будет времени надевать. Пока вот такая ситуация. Но тут не нужно много рассуждать, дорогие мои. Все ясно и так со всеми нами. Даже не тратите время на эти индивидуальные вещи. Нам всем с вами нужно приступить к изучению философии. Всех, всем. Это не значит, что нужно становиться философом. Нужно привести порядок ума. Разрешите всего. Вопрос. Дети выросли. Я не одинок и мне не скучно. Я не вижу целей. Меня это угнетает. Нет полноты жизни. Что мне делать? Читайте, пожалуйста. Я бы хотел ответ на все эти ваши вопросы. Потому что позиции чахты, другого выхода нет. Чтение книгами, значит, общение непосредственное. Потому что там изложены сокровенные мысли. Сокровенные сердца. Читайте, читайте, читайте. Если даже кажется, что-то непонятное. Или наоборот, слишком понятное. Все равно читайте. Там лист ума, настроение. А можно задать такой вопрос? Если у человека в 19 лет была тяга очень большая к философии, что можно сказать об этом человеке? 29 лет? Нет, 19. 19 лет. Но у этого человека был очень интересный преподаватель по философии. Да, интерес к философии есть у каждого человека. Он пробуждается в общении. Какой предмет самый интересный в школе был? От преподавателя зависит. Если преподаватель интересный, то предмет интересный. Вот таким образом проявляется интерес. А также он исчезает в интересах. Вроде предмет интересный, а преподаватель неинтересный теряется. Интересный. Общение очень важно. А однажды я давно. Я распространял эту книгу. У нас есть марафоны. Марафон распространения книг. Это новогодний марафон. И в эти марафоны, где-то месяц, мы распространяем книги. И мы ездили по всему. От севера, Урала, Уренго и других. Здесь жали места с этими книгами. В то время они были новинки вообще в России. И мы их представляли книгу. Сами сдавались. И вот представьте, я 31 декабря захожу в какой-то офис. Ну то есть уже вечер, 31 декабря, понимаете. Ну Новый год, там уже все навеселее. Там все с шампанским, с рюмкой, там друг друга. Поздравляют, что проводить уже старый. И пойди домой, уже Новый год отмечают. Отмечают. И тут я с этой философией пришел. То есть там чувства как раз пробуждены. А я вот, откуда ни возьмите, с этой чакры, понимаете. Никто мне не может понять. Ну парень, ну ты не кстати вообще. Ну понимаешь, на Новый год. Ну как-то мы не готовы вообще переключиться на твою тему. Там женщины красивые, мужчины, все такие докторленные, красивые. Там все надушенные. То шампанское и так далее. Я говорю, ну извините, я не подару, я понял, да, я понял. Но просто я хочу вас поздравить и подарок вам сделаю все-таки. Вот. Я вам покажу кое-что. Сейчас я тоже. Как раз вот это самое изображение было там. Вот этот автор, этот комментатор начал ругать. Он это знание привез в Америку в 65-м году. И потом оно, как движение, уже распространилось повсюду. Во всех центрах мира. И я им говорю, вот мой подарок. В том, я вот им показываю это изображение. Я говорю, я же вижу их лица, правильно? Они смотрят сюда, а я вижу их лица. Я говорю, просто посмотрите на лицо этого человека. И вам полгнется удача. Вы очиститесь. Вот вам на Новый год подарок. Просто посмотрите внимательно на лицо вот этого человека. И будет достаточно, что у вас удача будет. У них так рюмки, знаете, наклонились. Лица тоже стали серьезными. Глаза сосредоточились. Они так перестали шататься на какое-то время. Затихли. И потом спрашивали. То есть они внимательно сосредоточились все-таки. Спрашивали меня, а почему мы очистимся? А что тут такого? Я говорю, вот на этом лице нет вожделения. Нет материальных желаний. Знаете, это было шокирующее переменное. Мне же ты раскрылись. Они просто протрезвели. Они на самом деле контакт ощутили с личностью, прямо с фотографией. И знаете что? Я говорю, ну все, спасибо. До свидания. Говорит, нет парень, давайте книги мы возьмем. Ну, с которого вы видите. Я читаю эту книгу практически каждый день. То есть все мои лекции основаны на этих знаниях. Собственно говоря, на одном стихе из этой гидры я строю все свои лекции. На одном стихе из этой гидры. Там 800 шлок. Для каждого из нас будет своя шлока. Своя тела. Эта книга книг считается. Скажите, пожалуйста, я вот как бы эту таблицу знаю уже очень давно. Просто вот как бы не разбиралась в ней сейчас. У меня как бы знания случайны. Парень просто. Я сегодня узнала, что будет в вашей лекции. А эта таблица, она есть в этой книге. И там подробно обо всем говорится. В этой книге таблицы нет? Нет, нет, нет. А таблица здесь абсолютно не причетна. Я понимаю, но... Это нужно понимать без таблицы. Таблица это лишь способ показать, что это научно, что это есть какая-то система, есть какая-то программа. Но таблица, она мне поможет в этом. Как я сказал, это живое дерево. То есть таблица, она вообще не нужна никому. Это просто повод поговорить сейчас таблицей. Логически связать эти темы. На самом деле жизнь сплетена все в одно единое. А здесь нужен подход другой. Я понимаю. Допустим, я была на лекциях, которая снова, допустим, сейчас человек к вам попал на лекцию. Я как бы немного читаю. Вот есть люди, которые, допустим, я близко знаю, есть проблемы, а, как вам сказать... Ну, я не читаю такие книги. И как бы вот, как наглядное пособие, что-то можно было бы рассказать. А, для того, чтобы объяснить другим? Да. Да, я согласен. Очень хорошо, если воспользуетесь этой схемой. Ну, а вот в книге есть пояснение по этой... В книге нет, в этой... Нет. А где бы это можно было, например? У меня эта таблица, она просто за давностью времени, немножко как потерлась. Обновение. Обновение. Вот у меня одна таблица есть, я специально вам ее передам, хорошо? Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Поступил хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем нужно было все это, если вывод изучать философию? Какой смысл в этом знании о чакрах? Например, вот есть здание, мы сейчас разговариваем здание, где есть черный ход, там выкат коридоры, там перегородки, кабинеты, и все остальное, и есть пожар. Да? На каждом этаже есть вот план, такое здание, на случай эвакуации. Вот для этого нужна эта схема. Сориентировались? Все, бегите. Ну и чтобы сопоставить свое жизнь, вот если для этого... Сопоставить? Это оно у человека. Да, да, да. Это невозможно сделать самому на самом деле, потому что это все смешанная чакра, какая-то доминирует, нам трудно понять, в каком же месте нахожусь, потому что она доминирует, этой чакрой, и внутри этой чакры я не могу разобраться, видите, как я еще и человек с вами. Так, колорит называется у художника. Вот здесь красный колорит, все в красном, или синий, все в синем оказывается. Поэтому мне нужно именно общение. Через общение я смогу точно уже понять свой колорит, и что же делать дальше, потому что точно я чакрой нахожусь. Поэтому я сказал одну вещь, вы заметили, да, что мы буквально все с вами сейчас застряли на первой чакре, и на второй. К сожалению, так. Колорит вот такой сейчас. Страх преобладает в обществе. Потому что сексуальная энергия, она именно порождает все эти беспокойства и страхи. И она сейчас очень могучно растет в обществе влияния. Поэтому у нас есть с вами проблемы определенные. И поскольку мы уже живем и первые десятки лет здесь в основном, то нам нужно восполнять это по-другому. Не с такой последовательностью. Нам нужно сейчас именно общаться интенсивно и изучать книги. В общем предопределяющем выборе это то, что отражено в этой таблице, то есть и о свободе выбора, то, что каждый сам человек, ну, как бы творит свою судьбу. То есть то, что как бы запланировано. Это еще что-то таблицы, или запланировано что-то больше? В общем, кем-то запланировано. Эта программа называется, то есть мы с вами существа сотворенные. Вот что нужно понять. У нас есть свое предназначение и программа жизни, которую мы должны выполнить, чтобы пойти дальше. Вот нужно об этом узнать и действовать согласно этому плану лучше всего. Не нарушать план, естественно, не взеленный план. Ускорить его можно, а вот замедлять не надо. Сейчас происходит убийство животных, это замедляется эволюция живых существ, например. Потом запреты в обществе стоят на какой-то вот интерес к этим наукам, знаниям, которые как бы противоречат обычным человеческим ценностям. Тоже блоки стоят на этот счет. Потому что любое общество, оно нас интересует всего на две вещи. Материальное общество имеется в виду. Материальное общество. Оно вынуждено нас держать в двух. моментах. Это производство и потребление. Все. И какой из этого может быть тогда выход вот у человека, который хочет там по-другому развиваться? Поэтому стимулирует чувства и какие-то страхи. Страх политический, страх экономический и вот эти маркеты, магазины, где всегда что-то стимулируется, чтобы вот хочу, не хочу на этом уровне оставаться. И деловиты слушают опять же этому всего. Не гармонии, а вот выживание. Общественная жизнь как бы заставляет так жить, ну, может быть, не так, как мы хотим. Да, но в мыслях вы свободны. Правда же? Вот надо это использовать. С умом нужно работать. Вот с этого все начинается. А если человек, другие учения изучает? Неважно. Если учение истины, то же самое. Ну, может быть, другая там таблица, я не знаю. Но нужно выразить по-разному. Ну, например, есть 24 материальных элемента классификации, а есть их 25, а есть их 26. Это просто разная точка зрения на одно и то же. Есть шахматы вот 8 клеток, а есть шахматы 64 клетки и больше. Это просто другая точка зрения на те же самые вещи. Пожалуйста. Как выбрать, с кем стать? С кем стать? Да. Хорошо. Я говорил, это важный момент. Это нужно сделать, решить этот вопрос нужно в обществе, где вам не завидуют, и вы никому не завидуете. Тогда это автоматически природно проявится. Если вы находитесь в обществе, где есть какие-то блоки, стереотипы, например, в школе Дивноморск, побережье Черного моря, Топсе, Дивноморск, вот эти все места. И там в школе проводили опрос у детей, кем ты хочешь стать? И знаете, что дети говорили, вот несколько лет назад? Хочу стать отдыхающим. Просто потому, что в обществе это вот так, что отдыхающий прижать, тут царь и бог, он платит, для него все-все служат просто. И поэтому ребенок говорит, я хочу быть отдыхающим. Вот это стереотип в обществе существует. Также вот вы спросите кого-то, кем ты хочешь быть? Ну вот хочу зарабатывать много денег, потому что это престижно сейчас. Это нас бывает столько. А в обществе, где нет стереотипов, вы себя быстро найдете. Потому что там не будете думать о престиже вообще. Вообще, волшебно мешает. Это желание престижа, стереотипа, они сильно противоречат природе многих людей. Не нужна эта роскошь всем. Она не нужна всем. Это имеет свою предназначение для определенного типа людей. И все. Но это навязано потому, что вы должны производить и потреблять, производить и потреблять. Таким образом, вот эта закачка идет финансов. Вот и все. Это искусственно создано. Вот я был недавно в супермаркете, где-то в Нижнемограде. Мы поехали купить какие-то там художественные предлижности. О, этажи, эскала, там свет, там игровые площадки, там катки, там столовые, там гостиницы. Там музыка. Музыка такая, что завораживает. И вот эти там все для вас. Поэтому столько там тысячи, тысячи, тысячи всего, может, форума. И вы же все это не купите, правильно? И вы находитесь в иллюзии, все для меня, все для меня, все для меня. Только денег нет. А там все. Еще не стеряйте. И вы мечтаете о том, что вам абсолютно не нужно. Вот вам деньги большие не нужны. Сразу знаете об этом. Не об этом думайте. Совершенствуйтесь в том, в чем у вас есть способности. Толанцы. Можно, да? Да. Я всю жизнь футбол играл, но сейчас у меня холена болит, я не могу. Да, можете обучать играть. Обучать можете. Вы можете быть тренером, если вы хороший футболист, можете быть тренером. Также другие, может быть, как бы вещи в спортивных играх или в спорте, вы можете учить кого-то. Можете перегулифицироваться, вы очень молодые. Можете перегулифицироваться, чем-то другим заняться сейчас. Есть вопрос. Мне 46 лет. Если я понимаю, что к 49 годам не стану учителем, есть ли смысл уйти от детей сейчас? Виноват в беде этой, да? Нет. Вы неправильно поняли. От детей вы хотите не нужно. Не нужно никого бросать. Нужно переключиться на другую сферу деятельности. У вас должны быть свои глубокие интересы, вы должны быть очень поглощены и заняты. Вы станете важной персоной. Что у вас очень важны делами заняты. Не то, что в вашей семье не делали. Вы мудрены. То есть, учитесь никогда не поздно. Потому что, на самом деле, когда вы начинаете учиться в 47, или 46 лет, неважно, вы же имеете опыт о жизни, прожитой многих лет, верно же? Это добавляется, это ускоряет ваше развитие. И уже в пожилые годы вы учитесь этой науке с большим релением, чем даже в молодые годы. С большей ответственностью. Так что, плюсуйте этот опыт, он станет полезным. Как говорят мудрецы, если вы прожили жизнь вот так вот, неосознанно всю вот эту, и к 40, скажем, восьми годам поняли, что вы упустили многое, то вы создали в своей жизни много нулей. Вот кто вы там? Ученые, ну, 20 нулей поставили. Дворник, ну, полтора нуля поставили. Так, но это нули. Но как только это все соединение со смыслом жизни, единицы ставьте впереди, это уже миллион получается у вас. Вот так поступает. Поставьте единицу вперед за часть. И весь ваш опыт, он приплюсуется туда. Ничего не потеряете. Так что, не о чем сожалеть, это просто сказочное знание. Есть большой вопрос. Я прочитаю все сразу, чтобы было ясно, что человек спрашивает. Согласно таблице, стоит ли искать мудрецов среди людей, возраст которых 49-50 лет? Далее. Если человек не прошел определенный этап, не был жена, нет детей, исправить можно только с помощью философии? Иногда и философия не поможет, это же от желания человека зависит. Нужно, чтобы он воспринимал какую-то философию, имел желание обучаться. Первый вопрос, в чем заключался? Согласно таблице, стоит ли искать мудрецов среди людей, возраст которых 49-50 лет? Было бы неплохо, если мы встретили таких людей, каждый имел такое общение, такую связь, контакт с мудрецими людьми. Либо с теми, кто имеет этот контакт, тут разницы большой нет. Потому что таких людей всегда не так много в обществе. И, скорее всего, они не заинтересованы последователями, потому что это много беспокоится. Лишь некоторые из них берут на себя эту роль, принимают учеников и так далее, общаться с людьми. Но большей частью не принимают учеников, потому что полномочиваются и старшим учеников, чтобы они были такими проводниками, что одному человеку это хлопотно. В древней книге говорится, много учеников не принимайте. Но, чтобы изменить мир, нужно много принять учеников, как вы сами пишете. Но это время, нужно знать, что это время, как же. Поэтому, большей частью, он и будет бы связан с теми, кто связан. Вот так. Это тоже хорошо. Что происходит с кармой человека, если он выбирает эвтаназию? Имеет ли значение эвтаназия или суицид для дальнейшей эволюции души? Это оккультуренный суицид. Только две смерти прославляются в этом мире. Смерть в юридическом трансе или на поле битвы, когда человек отдает свою жизнь. Это прославляет человека возвышает. Это тоже самоубийство, но благость. Все остальное не прославляет человек. Простая смерть, да, обычно, не прославляет человек. Не прославляет. Как вести себя с хамами? С хамами? Да. Законы кармы таковы, что, что если вас оскорбляют громогласно, и вы не отвечаете в это время, то вот в этом процессе оскорблений вся хорошая карма оскорбителей переходит к вам, а плохая ваша к нему. Но если вы не отвечаете, если вы просто смиренно терпите, в обмене испекнут образ странным, все ваше плохое переходит к нему, а хорошее излог к вам. Кто проиграл, кто выиграл? Так, язык уникальен. Мысленный сакон, может быть, но вот язык нужно держать под контролем. Если еще вы выслить можете так делать, но на пике совершенства. Пожалуйста, а вообще есть сайты в жизни, которые вы делали в начале шесть. Рождение имеет в виду качество рождения разное, да. Принцип один и тот же, но качество они, конечно, разные. Разные люди рождаются, разное время рождаются, разные психологические факторы. Есть разность в этом. Растут тоже в разной среде, если видеть разнообразие, можно видеть, но принцип не меняется, каждый рождается, растет, созревает и так далее. Прочтите, пожалуйста, стих, смотрите, я реально читаю записку. Прочтите, пожалуйста, стих, на котором основаны ваши лекции. благодарю. Так это же секретно. Спасибо. Ну ладно, только для Омска хорошо. Никому не говорят. Читаю перевод стиха. Это третья глава Бхагавадхиты. Называется «Карма-йога». Слушайте, вот я всю жизнь связан с этим стихом. Вся моя карьера, так сказать, она от этого стиха зависит. Меня признали не так давно академикам вот за этот стих. Просто потому, что я знаю этот стих из Бхагавадхиты, что я его представляю разнообразно-образно. Органы чувств выше неодушевленной материи. Ум выше чувств. Разум выше ума. А над разумом стоит душа превыше всего. Вот и все. В этом вся философ. Дорогие друзья, вот точно такая же реакция была в другом городе сзади, когда этот стих прочитали. Видите, как много общего. Пожалуйста, скажите, как у нас со временем, сколько мы еще можем? Еще можно вопрос? Потому что в конце еще будет медитация, еще будет музыка. Надо послушать. Да, пожалуйста, куда-то хоть раз. Скажите, пожалуйста, внутреннее чтение мантры у разных людей происходит на разных чакрах? Вот здесь есть какой-то критерий? Ну, какая чакра должна работать? Ага. Смотрите внимательно. Вот, если наша диагностика, вот, максимальный успех сейчас в жизни у нас до третьей чакры. то есть какие-то деловые, если качество у нас есть, то вы как бы хорошо устроены, можете зарабатывать деньги, быть успешными в реальном смысле слова. Значит, страх, чувство и деловитость. Вот уже вы сильно личные сейчас. Остальные, как бы, чакры, они очень слабые сейчас. И самое сильное страх, стимулирующая чакра страха, что мне нужно выживать, поэтому я вот, деловитость моя стимулирую с этим страхом, чувством, что чувства должны быть болитворены в жизни. Я боюсь болитворить. И когда вы мантру повторяете, то это не сходит выше чакры, не из чакры. Вот эти все чакры это материальная психофизика, психофизический центр. Это материальная область энергии. Это тонкая энергия материальная, так скажем. А мантра духовная, в этом суть как бы всего, что она спускается вверх, не в нижнюю чакру, а сразу в верхнюю чакру, в то, которую мы не осознаем, поэтому будете чувствовать в себе перемены, даже не сможете их сразу объяснить. Вы не сможете это сразу объяснить. Пройдет время, прежде чем вы это осмыслите, но почувствуете сразу же сверху. Откроется верхняя чакра. И поскольку еще осмыслений нет на этом уровне, человек способен еще какие-то глупости делать под этим влиянием. Что там счастье очень большое он чувствует, он думает, все, больше ничего не нужно. Все, все, все не нужно, больше образования в этом, зачем мне нужна работа, не нужно, правда же, только повторяю мантру и все. Нужно руководству. Потому что чакры не раскрыты все током. Нужно знать, как это постепенно и последовательно претворять в жизнь, потому что человек должен исполнять свой ток при этом еще не терять. Не должен отказываться от этого, неправильно, это унижение личности. Должен выполнить току при назначении своей, а не просто в эйфории находиться, какой-то чакра. Наркоманы делают так, они просто берут тозу в раз и как эта чакра открывается. Часть, не вся чакра. Не осмысленно, и болтаются там вот и все. Думают, что это духовное развитие какое-то. Это тоже связано с чакрой. Поэтому, говорю, опасное дело с чакрой не связывается. Поэтому вот мантра лучше всего, что нагармонизирует человека, сразу же приводит в гармонию, как бы установить цель, задачу, и раз он устремляется туда, а этот путь уже приводит к успеху. Вот как раз вопрос. Почему не рекомендуется заниматься чакрой йогой? Потому что можно открыть те чакры преждевременно и потом их не закрыть. У меня было два друга, когда я был молод. Они занимались такой подобной йогой. Тогда это было в подпольном Петербурге молодно. Ну, знаете, Харлос Кастанеда прорвался и так далее. Наркотики, эти чакры, вот люди узнали дуплекс сфера, это четвертое измерение сознания, уже Академия наук СССР занималась этим, исследовала все это, были выкладки тайны, опять же, по полю. Все это было в Петербурге. Они занимались то йогой. Один вышел с пятого этажа погулять по какой-то светящейся дороге, другой пришел с работы и увидел, что вся его квартира горит и лил там воду на стену, на все угодно, пока его не уйдала скорая помощь. Вот чем закончилась практика. Два моих друга, их нет, этих. Чакра йога. Не рискуйте, пожалуйста, чакры не трогайте, не советую. Особенно третий класс, излюбленный. Двух достаточно, хорошо, нужно просто разуме все. Матра, медитация, пожалуйста, это все порядок. Как научиться прощать? Как научиться прощать? Пока человек привязан к результату своей деятельности, он никогда не сможет простить. Пока он привязан к результату, к плодам своей деятельности, прощать он не сможет. Вот хорошо, у вас заняли деньги, не отдали. Ну как простить? Мои же заработаны, мои же деньги. Как я могу простить? Меня же обозвали, вот я же такой дорогой, понимаете, я очень привязываюсь к концепции я и мое, вот эта связь, и прощать просто невозможно. Поэтому нужно начать философию. Я не это тело. Здесь, в этом мире, нет ничего у меня, на самом деле, это все временно и принадлежит. Вот это философия, вот она философия. И таким образом можно научить вот скажите, я могу потерять деньги. А Бог потерял деньги? Ему какая-то в моем кармане его деньги? Это его деньги. Из моего кармана чужой карман, он ничего не теряет, правда же? А я чувствую, что я теряю, потому что это мои деньги. Но это же философия, но это же правда. Это не какие-то же ложные заключения, это истина. Здесь моего ничего нет, я с собой ничего не возьму, и я сюда ни с чем пришел, что-то я заявляю, что это что-то мое. Вот представьте, цари приходят какое-то время и начинают делить границы. По мне землю так, перекравить так, война там, война здесь, захват тут. А они умирают, потом уходят, верно? Приходят другие цари и снова начинают хранить, тоже самое перекравить. Они тоже умирают, приходят другие, тоже перекравить, брят цвет оружиями, гордят своей властью. Но они тоже умирают, приходят 10-й, 20-й, сотый мир, так сюда происходит. Пока мы не сознаем, мне здесь ничего не принадлежит. И никому здесь ничего не принадлежит. Вот тогда мы сможем научиться прощать. К сожалению, мы не можем контролировать время, это энергия Бога. Дорогие друзья, кто согласен с тем, что мы сегодня получили совершенное знание, попрошу встать, поблагодарить аватрии, с нами. Спасибо вам. Еще, пожалуйста, не воскаритись, ученые, священные писания говорят о том, что весь материальный мир хранится тремя качествами невежества, страстью и благостью. И соприкасаясь с любым объектом материального мира, мы перенимаем эти качества. Поэтому, когда мы сейчас вернемся домой, мы можем это все быстро и легко забыть. Поэтому, чтобы сохранить этот гектарный вкус, который мы получаем от Александра Геннадьевича, сейчас мы закрепим его трансцендентной музыкой, которая, вот эта композиция, которая сейчас исполнится нашими артистами, пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Мы привносим артистов на сцену. Эта композиция, она создана по мотивам пустяков Александра Геннадьевича 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 И еще любимая книга, о которой сегодня очень много говорили. Буквально 10 штук у нас осталось с большой партией. Поэтому, если будет желание, то за пожертвование вы можете эти книги взять и Александру Геннадьевичу дадите автограф о своей любимой книге. Ну, а теперь приготовим ушки, сердца. Аминьевича чтобы вы не могли чтобы вы не мог чтобы вы не могли